Друзья, а вы любите прыгать? Наверняка каждый из нас в детстве любил поиграть в классики или в баскетбол, где нужно было с помощью прыжка забросить мяч в кольцо. И сегодня на ваших экранах предстает одна из игр, где главной особенностью являются именно прыжки. Встречайте, это игра под названием Tap Tap Dash. Здравствуйте подписчики, здравствуйте зрители. С вами я Кирилл и мой канал Кирилл Ржевский. Это уже мое второе видео по рубрике рандомные игры. Это видео я буду записывать не один, а с моим другом Дмитрием. Здоровайся. Всем привет, ребят. Дмитрий у нас с канала Супергеймер. Собственно, сегодня я буду делать обзор на игру Tap Tap Dash. И сразу вам скажу, что скачал я эту игру с Play Market. Ее нету на ПК, она есть только на Android. Если вы хотите поиграть в нее с компьютера на Android, то скачайте эмулятор Nox, ссылка на который будет в описании. Скачивайте его и потом с него заходите в Play Market и скачивайте Tap Tap Dash. Собственно, начнем. В эту игру мне посоветовал поиграть мой друг, который сейчас сидит для меня справа, для вас слева. Слева от меня. И когда он мне посоветовал в нее поиграть, я сильно затянулся и стал в нее играть постоянно. Мне эта игра даже понравилась. В этой игре очень-очень много уровней. Три мира, в каждом по тысяче уровней. Ну, по-моему, в одном 700, да? Ну, да. Да. В 2 700, по-моему, уровень. Да. И вы думаете, что же, тысячи уровней, почему же я записываю это видео в рубрике «Рандомные игры»? Также есть режим «Вызов дня», но о нем мы поговорим похоже. Да. Почему же я это записываю в рандомные игры, а не в прохождении отдельном? Потому что эта игра однотипная, и там как бы все уровни практически сделаны на один лад. Сейчас, в общем, мы все объясним. Значит, цель. Цель данной игры. Мы играем за определенного персонажа. Персонаж будет не один, их будет несколько. И суть нашей игры – это проходить по извилистым узким дорожкам. И, в общем, преодолевать препятствия и попадать все на новый, на новый уровень. Мы можем играть, так, вот он, Tapter Dash, Entercase. Мы можем играть в разных мирах. Также по достижению определенного уровня открывается персонаж новый. Да, какой-то новый персонаж. Значит, нам доступны персонажи такие, как птичка. Птичка очень похожа на Angry Birds из игры. Потом цыпленок. Потом, кто там еще? Кошка. Кот. Кролик. Кролик. Ну, это мы сейчас по началу игры посмотрим. И смотрите, и когда вы проигрываете уровень, то у вас автоматически меняется персонаж. Что хочу еще сказать? Хочу еще сказать, что у каждого персонажа есть уникальные особенности. Они издают, каждый персонаж издает свой собственный звук во время прыжка. И во время вообще бега. С каждым уровнем, когда вы проходите все больше и больше уровней скорости, уровня увеличивается. И вам будет все труднее и труднее проходить. Собственно, сейчас мы это продемонстрируем. И здесь я вас сразу предупрежу, нету музыки в игре. Да, нету музыки, да. Собственно, мир В, нам нужно набрать определенное количество кристаллов. Я вообще, что хочу я сказать? Игра интересная, но я дошел в ней до 208 уровня в мире А. И потом забросил просто потому, что я не смог пройти, а потому, что просто мне надоело. Потому, что уровни правда однотипные. И сейчас вы в этом убедитесь. Ну, я надеюсь в том, что разработчики добавят сюда музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение или хотя бы какую-нибудь там другую локацию. Да, что-нибудь поинтереснее. Что-то вот наподобие геометрии, да, чтобы там хотя бы уровни были в разном стиле. Вот я уже прошел туда 21 уровня. Играть я буду сегодня не один, а со своим другом. То есть вот сейчас мы вам все продемонстрируем. И так же конструктор уровней для этой игры. Да. Чтобы было еще интересно. Как вы видите, вы нажимаете на мышку. Вот эти извинястые узкие дорожки. Я хочу сказать, что это еще не самая узкая дорожка. Дорожки будут еще уже. Хочу вам сказать, что в эту игру легче играть на компьютере, чем на телефоне или там планшете. Да. И вот, как мы заметили, нам добавился бык. И с каждым уровнем вам будут добавляться все новые и новые персонажи. Сейчас я сделаю чуть-чуть звук погромче. Так, вот мы играем за быка. Дай-ка сейчас вот ты пройди уровень. Кстати, в этой игре появилось обновление. Раньше в ней не было аксессуаров на персонажах. То есть не наушников. Так, не обращать внимания, тут реклама какая-то левая. Так, вот сюда вот нажимая, вы можете пронаблюдать, что у нас есть персонажи. И вот с какого уровня они открываются. Да, будут открываться новые персонажи. Я открыл, смотрите, кого. Я открывал вот эту синенькую птичку. Потом я открывал этого оленя. Или лосяк, как он там называется. Да, вот я дошел до 208 уровня. Дальше я никого не открывал. Ребята, поначалу вам будет эта игра затягивать, затягивать, все больше втягивать. Потом, когда вы дойдете до уровня 200-300, вам просто уже надоест. И надоест вам не потому, что вы не сможете пройти, а просто надоест. Все же, давайте я попробую. Так, вот, да, давай попробуй. Я сразу говорю, что экран, не во весь экран игра записана, потому что такая игра. То есть, собственно, вот так вот. Собственно, играйте с друзьями, веселитесь, ребята, собственно. Соревнуйтесь там. Да, соревнуйтесь, у кого больше уровней. И проходите. Проходите. Что есть еще одна уникальная особенность данной игры. Сейчас мы вам ее покажем. Сейчас Дмитрий чуть пройдет. Давай так, играть его до первой смерти. Да. Офигенно такая игрушка, на самом деле. Да. Если музыкальное сопровождение было бы, было бы интереснее играть. Есть у Мир Б, но хочу вам сказать, что Мир Б не так сильно отличается от Мира А. Ну, там есть некоторые изменения, но они... Чуть-чуть, да. Да, но также потруднее, да, потруднее, чем Мир А. Мир В еще труднее будет. Да, видите, уже стал экран фиолетовым. Да, эти кристаллики там другие стали. Да. То есть, уже вы собирали какие-то... И уже более ускорение вообще началось. Да, более. Да. Такое ускорение, вам будет все труднее и труднее. Поэтому, ребята, эта игра не даст нам заскучать. Здесь, когда вы первый раз начинаете в нее играть, именно не на эмуляторе, а на... Да. Ну, это, на телефоне, то у вас есть функция вот здесь вот, это, улики. Ну, здесь есть персонаж улитка. Да, сейчас про нее хотел сказать. Да, сейчас про нее хотел сказать. Вот, которая очень медленно там идет, в общем. Да, и вы думаете, улитка, конечно, плохо. Нет, ребята, для этой игры это хорошо. Вот вы сами подумайте. Улитка. Какая особенность есть у улитки? Правильно. Улитка, она медленная. Медленная. То есть, допустим, какой-то уровень очень быстрый. Вы не думаете, ну, что за скорость такая быстрая, я не могу пройти. Как раз-таки именно улитка позволяет вам пройти этот уровень медленнее. И как раз-таки именно медленная скорость вам позволит пройти данный уровень. И получаете вы этих улиток бесплатно за просмотр рекламы. Да, за просмотр рекламы. Но я советую вам... У нас определенное количество, в общем, просмотр. Ребята, я советую вам отключать, когда вы играете в эту игру, советую вам отключать интернет. Почему? Потому что могут попадаться такие очень долгие рекламы. Поэтому, если вы отключите интернет, то у вас будет одна специальная такая игровая реклама. Она будет идти не так долго, и вы будете за каждую рекламу получать по две улитки. Собственно, я не один, еще кто-то продемонстрировал эту улитку. Здесь нету в этом улитке. В смысле нет? Она в каждой игре. И почему здесь улитка? Ну, здесь я ее не вижу. Посмотрим сейчас, какое открытие. Она вроде бы у меня сразу бывает улитка. Я точно не помню. Сейчас этот уровень пройду. Собственно, не так уж и тяжело вначале. Потом, ребята... А можно ли пробелы нахрать там? Да. Посмотри. Так, вам будет казаться, что это все очень легко, но потом вы поймете, что это не так. Так, давайте нажмем на карту. Так, как же нам открыть-то этих миры? Нажми миры. Миню. А как же нам открыть улиток-то? Да и они должны изначально там быть, в общем, прорыв. Может они в мире А? Так, мир Б у нас надо забрать. Нет, они в любом мире. Но они изначально должны вот здесь вот светиться, когда ты проехаешь. Вот снизу, но их нету. Снизу, да? Ну да, что-то пока их не видно. Может они с какого-то определенного уровня открываются? Такое, кстати говоря, может быть, в принципе. Поэтому... Ну, в общем, ребята, если сейчас мы их не найдем, то, по идее, в будущем, если вы будете играть в данную игру, то у вас они быть, по идее, должны. Да, если вы на эмуляторе играете, то это, наверное, значит проблема с эмулятором. Опрочем, ребята, как вы видите, дорожки становятся все уже и уже. То есть... Нет, с клавиатуры, походу, играть нельзя. Да, нельзя, с мышкой. Но это ребят. Но лучше играть из компьютера, потому что экран как бы больше и вы лучше видите. Как бы на андроиде экран меньше и, то есть, вы начинаете ошибаться. Так, ну да, вот, как вы видите, вот следи за курсором, вот где-то вот здесь должна быть улитка. Но ее нету. Да, ее почему-то нету. Но у вас она, по идее, должна быть. Вы просто на нее кликайте, сколько там у вас осталось там, 2-3. И у вас будет играть улитка, за улитку, и будет все играть в медленном режиме. То есть, у вас будет больше возможности пройти какой-то определенный быстрый, с быстрой скоростью уровень. Итак, собственно, давайте мы сейчас еще наиграем. Мура, наверное, мир А, и, наверное, посмотрим, откроются ли у нас эти улитки, собственно. Так, где-то, как выйти-то? Давай. Карта. Нашимай. Давай, это мир А, да? Мир А. А что это за кружочек? А это с фейсбук там. Фейсбук? Да. Давай мир А будем, короче, с тобой играть. Можно они из кого-то определенные вороны открываются. Вот, как мы видим. Они уже, они изначально должны быть, в обучении должны их представить, но их нету. Да. Это бесполезно. Кстати, ребята, когда у вас откроется этот самый, как персонаж-то зовут? Он еще какой-то матерится, походу. Кто? Есть мопс. Да, как вы видите, открылся на мопс. Нет, есть персонаж, который матерится. Какой персонаж матерится? Я тут такого не видел, честно. Сзади какая персонажа? Сейчас. Сейчас. Я просто знаю, короче, ребята, одного такого персонажа, в этой игре, который вы, вот, у него реально вот звуки похожи, как будто он матерится. Зайди-ка, персонажи. Сейчас посмотрим, кто это такой. Слон, вот. Он такой, хуя, хуя, хуя. Постоянно, какой-то, блядь, матерится на туре. И, короче, он вас тоже с какого-то определенного уровня, короче, откроется. И вы, когда будете в него играть, вам реально будет казаться, как будто он матерится постоянно. Поэтому, ребята, сейчас давайте. Так. Цыпленок. Он еще у нас не открыт. Цыпленок будет издавать такие характерные звуки. Птичка. Вот эта вот птичка, она будет похожа на эту, только синего цвета она у вас будет. Потом лось. Ну, лось у нас будет по-обычному. Свинку я уже не открывал. И дальше всех остальных я уже не открывал. Ну, в общем, такая, так сказать, игра на раз. То есть, ну, максимум, мы там дней 5-6 поиграть, и потом она вам уже надоест. Но поиграть можно. Собственно, я эту игру никак не люблю. Убивашка времени, так сказать. Да, просто, да, убивашка времени, так. И, собственно, те, кто хочет, те можете скачать. Так, мы сейчас еще наиграем с Димычем. Мы, наверное, на это уже закончим. Давайте, наверное, мир B. Да, уже сложнее. Да, ему сложнее, да? Не, ты не тут. Вот, мир B. Вот, мир B. Так, давайте, седьмого уровня. Да, он будет чуть посложнее. В общем, играйте, веселитесь. Собственно, игра веселенькая. Придаст вам такого азарта, ажиотажа. Так что... Очень интересно. Даже вот просто чисто побегать, так, походить. Я вот не знаю, Димыч, но почему-то, когда вот я играю в эту игру, мне вот все время кажется, как будто вот за кота мне везет больше всего. Может, потому что я вот кота и кролик родился. Да, вот, собственно, получилась такая у нас игра. Так, просто окей, нажми. Собственно, так, нажми, нажми на окей. Вот такая получилась у нас игра, такая незамысловатая, такая простенькая. Ну, в плане того, чтобы играть в нее, играйте, зовите своих друзей, скачивайте, но не переборщите. То есть, знаете меру. Но эта игра вас особо не затянет. На первое время она вас затянет, потом вы уже поймете, что она уже вам надоест и уже перестанете в нее играть. Но для раза нормально. Собственно, это был обзор на игру TapTapDash. Опять же, эмулятор я оставлю ссылку в описании внизу. Скачивайте этот эмулятор и скачивайте на него уже эту игру. Или же скачивайте на свой собственный смартфон или айфон, или там айпад, на все что угодно. Итак, значит, обзор подошел к концу. На следующих выходных выпущу еще какую-нибудь рандомную игрушку. Собственно, и на этом все. С вами был я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх, комментируйте, как вам данная игра понравилась или же не понравилась. Также подписывайтесь на канал Дмитрия под названием Супергеймер. Да, ссылочка будет в описании. Тоже будет в описании. Всем до встречи, всем пока. Да, он там выпускает очень такие, так сказать, тоже интересные видео, поэтому подписывайтесь на него. Итак, все, ребята. Удачи вам и пока. Увидимся в других моих видеороликах. Надеюсь, вам было интересно смотреть. Пожалуйста, поддержите меня лайком. И меня тоже. Субтитры сделал DimaTorzok